Находим в списке зависимую переменную. Вот она. Все остальные переменные, чтобы было просто удобнее, я исходно помещаю в... Ну да, без стринга, конечно. Вот все переменные псевдоинтервальные и интервальные метрические я помещаю в качестве предикторов модели. Дальше я меняю метод работы с предикторами на backward, поскольку этот метод является наиболее продвинутым, и наилучшим образом позволяет учитывать взаимодействие между предикторами. Дальше. Захожу в options, чтобы у меня backward оставлял только значимые предикторы, причем значимые на 95%, а не 90% на уровне значимости. Я поменял это значение, меняю и это, потому что entry должно быть ниже, чем removal. Также захожу в статистик, чтобы сразу оценить коллинеарность. Запускаю. Итак, получили регрессию. Переходим в model summary. Точнее, к табличке ANOVA, прежде всего, мы видим много-много-много шагов. У нас очень много предикторов было, и, собственно говоря, многие из них были отсеяны. То есть, как минимум, 45 предикторов были отсеяны, поэтому 46 шагов. Полученные результаты, они достаточно неплохи. Результаты значимы. То есть, модели удалось почти половину вариации, исходной переменной, запихнуть в межгрупповую вариацию. Об этом можно посмотреть в видео, посвященном дисперсионному анализу. А конкретнее, в видео 4, про внутригрупповую и межгрупповую вариации. Итак, разница средних, то есть межгрупповая вариация значима. Следовательно, наш R-квадрат значим. Находим R-квадрат последнего шага. Он равен 0, запихнуть.